Это была съемка для онлайн-журнала Эдмайер, для сайта. То есть там был с верстами электронный журнал, и еще параллельно выходили статьи на сайте. Вот это как раз была статья о мужском макияже, интервью с визажистом Андреем Лолосом. Обычно мы подписываем с моделями релиз и с фотографом. Подписываем бумаги о том, что фотограф разрешает публикацию. С ним такого не было, соответственно, без релиза нельзя даже на стоке выложить для продажи фотографии. Наташа на всякий случай это проверила. Ни в бесплатных фотобанках, ни на платных стоках фотографий этих не было, кроме нашего сайта и Инстаграма. Кроме того, вот эта фотография, которая была опубликована с кисточками, она была только на сайте. Потом вот как раз Алексей прислал фотографию, скриншот спросил, узнаем ли мы что-то об этом. Не знали. Связались сразу с юристом, проконсультировали, что делать. Отправили письмо в Москву 24, сейчас ждем ответа. Поиск по картинкам прогнали фотографию, обнаружилось, что еще на пяти сайтах ее опубликовали. Им тоже мы разослались и вынесли утро письма. Еще несколько наших работ тоже были опубликованы в Инстаграме, еще на каких-то сайтах. В Инстаграме уже все заблокировали. И одну фотографию даже взяли, срисовали. Продается сейчас картина за 25 тысяч рублей. Продается сейчас картина за 25 тысяч рублей.